Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом против вас противодействуют, воюют, а потом все идут за вами. 24 уголовных дела. Я трижды прошел очные психолого-психиатрические экспертизы, признан абсолютно здоровым. То есть уже вот эта власть кремлевская до маразма дошла. Как может инвалид второй группы находиться одновременно на Камчатке и Владивостоке и защищать себя по сфабрикованным обвинениям? Она еще раз меняет свои показания. Говорит, я ее избил в зале. Я представляю третью видеозапись. То есть это доказательство, что мы живем не в государстве, в банде мы живем. Нами правят преступники, мерзавцы. Вот она истинная причина, почему хотят быстренько поменять Конституцию и убрать самую главную статью. Это главенство международного права над Конституцией Российской Федерации. А у нас хотят уничтожить именно эту систему, чтобы люди повесить юридический занавес железный для населения, чтобы не могли жаловаться за пределы России. И дальше здесь устроить концлагерь. Если это произойдет, то начнется времена хуже, чем в 90-х. Да хуже, чем в 37-м. Просто ночью забирать будем. Понимаете? Это государственная политика по уничтожению лидеров своего народа. Мы, русские, для нашего так называемого правительства, нашей власти, чужой народ, это очевидно. Со своими так не поступаем. Но прежде всего я обращаюсь к славянским организациям. Почему? Потому что вы следующие, друзья мои. Если такой прецедент по России произойдет, когда заочная экспертиза может быть основанием для того, чтобы человека поместить за решетку, ну ждите, скоро к вам придут. Всем привет. Записываем интервью с Владимиром Юрьевичем Шуманиным. Владимир Юрьевич, представьтесь, пожалуйста. Шуманин Владимир Юрьевич, главный редактор информационного агентства «Камчатский регион». Он же глава русской общины Камчатки. Он же руководитель Камчатского регионального отделения профсоюза военнослужащих России. Владимир Юрьевич, подскажите, мне стало известно, что против вас возбудили несколько уголовных дел в районе десятка, даже больше. Подскажите, с чем это связано и что вообще происходит у вас там в регионе? Да то же самое, что в стране происходит, Антон. Дело в том, что помните знаменитое, что сказал Махат Маганди, что сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом против вас противодействуют, воюют, а потом все идут за вами. Так вот, если расшифровывать пункт третий, когда против вас воюют, то власть, понимая, что какие-то общественные движения, общественные лидеры, которые не подконтрольны этой самой власти, представляют для нее реальную опасность, почему это очевидно? Потому что в условиях тотального геноцида населения Российской Федерации, любая точка кристаллизации, общественного недовольства, которая не подконтрольна власти, обращая внимание, коммунисты и прочие там, многие СССРские движения, это кремлевские проекты, они стараются с этим как-то бороться. И вот одним из способов, скажем, этой борьбы является, на первом этапе, обращаю внимание, расшифровывая Махат Маганди, пытаются экономически как-то давить, увольняют с работы, оказывают влияние через семью, какие-то, значит, идут непонятные вещи провокационного характера, а потом фабрикуют уголовные дела. Когда человек, если он выдерживает эту ситуацию, то есть не ломается, то у него фабрикуются уголовные дела. Ну, на меня их было сфабриковано 24 за всю мою историю, 24 уголовных дела. Причем, обращаю внимание, я никого там не убивал, не резал. Все эти 24 дела были сфабрикованы исключительно за мою, так сказать, деятельность общественную. А вот с сентября 2016 года этих уголовных дел было 14. И все за журналистскую деятельность. Уголовные дела связаны с тем, что кто-то кого-то не так назвал в интернете, на какой-то статье. Все эти нелицеприятные для власти публикации в сети, они делаются заведомо ложные экспертные заключения, что там какое-то оскорбление, какая-то клевета, но глупость полная. Все это приписывается мне и фабрикуются уголовные дела. Смысл этому такой, что мы не знаем, кто это опубликовал, кто это написал. Но поскольку мы знаем, что Шуманин лидер среди журналистского движения региона, то мы будем пытаться привлекать его к уголовной ответственности. А потом он у всех остальных журналистов, которые работают в тандеме с Шуманином, он пускай просит, чтобы закрыли эти публикации, сняли их с сети. Такого рода примерно идет давление. Ноги не понимают, что давить на Шуманин – это дело бесполезное. Поэтому эти уголовные дела были возбуждены, а сейчас их надо закрывать. Самое первое уголовное дело когда было открыто? Ну, если вообще самое первое уголовное дело против меня было открыто в июле 1996 года, когда за мою работу, еще тогда в рамке руководителя профсоюзного движения, то есть профсоюзовый наслужащик, у меня два сотрудника полиции – Сухоруков и Захаров. Джип мой, так сказать, со стоянки начали… Ну, украли по-русски говоря. Но у них это не получилось. Я пришел, они на меня набросились. Ну, мне пришлось немножко их там к порядку призвать. И вот вместо того, чтобы этих привлечь за разбойное заводение джипов, потому что они были при оружии, возбудили на меня, что, кажется, как-то слишком сильно их побил. Это было первое уголовное дело против меня. Закончилось оно, естественно, реабилитирующим основанием, то есть дело закрыли, когда удалось, так сказать, через прокуратуру, через Москву решить вопрос очевидным, очевидным фабрикованным уголовным делом. А вот уже как журналист, журналисты начались с сентября 2016 года, когда 8 судей одновременно, посчитав, что, значит, публикация на информационном портале «Позорный столб Камчатки» как-то их там сильно задевают, не зная, кто это опубликовал и каким образом. Подожди, а «Позорный столб Камчатки» – это сайт, где ведется реестр всех правонарушений, всех преступлений должностных лиц в Камчатке. Ты правильно понял? Да, правильно. Это, значит, его ведут камчатские журналисты, не только камчатские журналисты. Они, значит, понимая, что власть сама себя каким-то образом призвать порядку не сможет, не во власти, если люди без чести, без совести, без мозгов и без воли к реализации цели, то есть, ну, просто мерзавцы. Но каким образом эта вся Камарилья, так сказать, сможет сама себя как-то унтер-офицерская вдова высечь? Это нереально. Поэтому люди, так сказать, прежде всего журналистское сообщество региона, они приняли решение создать вот такой сайт. Я не скрываю, идея была бы моя, так сказать, я эту идею, так сказать, реализовал, так сказать. Но публикации на этом столбе писали, так сказать, очень многие журналисты. И они не могли власть, не могли понять, кто это делает. Почему? Потому что у них, скажем, не было доказательств, что кто конкретно эту статью разместил. Поэтому они решили так. Давайте начнем Шуманина, дальше будет видно. Типа он там испугается, значит, спрячется под плинтес, значит, всех журналистов просить. Ребята, забирайте статьи, а то я, так сказать, бедненький, несчастненький, так сказать, меня тут к уголовной ответственности привлекает. Получается, прямой связи между тобой и этими статьями нету, не доказано. Как показали материалы уголовного дела, никакой, ноль. Почему у тебя тогда претензии? Ну, потому что я самый сильный. В мое распоряжение попал документ, где-то в чатах нашел, что тебе назначены 12 судебных заседаний. Вот такой документ я нашел, он, правда, урезан, что Ленинский районный суд Владивостока, Приморского края, ставит вас в известность, что состоятся судебные заседания такого-то числа в Востоке-то, вот их тут 12 штук, все по рассмотрению уголовных дел. Так это одно уголовное дело. Это одно только уголовное дело? Да. Двенадцать раз его будут рассматривать? Рассказываю ситуацию, чтобы было понятно. Вот когда власть поняла, что доказательств-то никаких нету относительно меня, чтобы якобы связать вот эти публикации со мной. Кстати, между прочим, в этих публикациях обращаю внимание, можете прочесть «Позорный стол» в Камчатке, там правда все первого до последнего слова. Фамилия судьи обрезана Каврижа, как? Каврижных. 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 Я просто рассказываю саму ситуацию. Действовать таким образом, когда они понимают, что дело это в суд отправлять нельзя, потому что, ну нет доказательств, ну как вот, как абсолютно никаких. Они что делают? Они прибегают к третьему способу, то есть третий этап от этого слова, так сказать, давление на журналист, на любого общественного деятеля. Вот. Ну помните, как по горе от ума, да, вот Грибоедова, что Чацкого невозможно было взять ничем, пока его просто-напросто тупо не объявили сумасшедшим. Да и дальше карету мне кареток. То есть общий смысл такой, что человек объявляет сумасшедшим. Почему? Потому что в этой ситуации можно дело рассмотреть в порядке назначения предметительного лечения. То есть уже не рассматриваются доказательства, а рассматривается значит том, что, ну поскольку он, значит, сумасшедший, то, соответственно, ничего доказывать не надо, просто отправляем его в психиатрическую клинику. Вот то же самое решили сделать со мной. Я трижды прошел очные психолого-психиатрические экспертизы, признан абсолютно здоровым. Они сделали без моего ведома, абсолютно, то есть я вообще не в курсе был. Одну заочную, причем, значит, основанную на показаниях людей, которые в отношении меня совершили уголовные преступления. И потом на этом основании назначили судебное разбирательство во Владивостоке, я живу на Камчатке, понимаете? Для того, чтобы я не смог привести свидетелей и не смог защищать себя в полной мере, потому что я, как инвалид второй группы, я принципиально не могу прилететь в Владивосток по состоянию здоровья и защищать себя лично. То есть они, прекрасно зная это, наплевав на любой закон, на любые права человека, на конституцию, на все. Потому что, почему так они это дело, значит, собственно, сделали? Почему? Потому что в случае, когда я буду оправдан, а я буду сто процентов в этих уголовных делах оправдан, 9 уголовных дел по заявлению судей объединили в одно производство, то придется этих 9 судей, в том числе и председателей судов Елизовского, Камчатского края Буткина, председателей Камчатского краевого суда Волгина, других таких же, значит, скажем, весьма неприличных людей, клеветников, лжецов, уже привлекать к ответственности за вот этот вот самый заведомо ложный донос. И прекрасно понимая, что я-то однозначно в этой ситуации должен быть оправдан, они решили перенести дело в Владивосток, чтобы я не смог там присутствовать, чтобы при пустом зале можно было вынести любой протокол, любой переговор в отношении меня. Но русская община Камчатки мне помогла, там есть мой представитель, объединение русских общин Приморского края очень сильно помогли, ребята продолжают оказывать помощь. И в этой ситуации оказалось, что я могу защищать себя в Владивостоке, мы можем себя защищать. И вот теперь они пошли уже на другой этап, они теперь начали брать изморов. То есть вот это дело ведется с июля 2019 года, практически каждый месяц по несколько, там 10-20 судебных заседаний. То есть они ждут момента, когда у меня не хватит сил и средств, чтобы продолжать эту защиту в Владивостоке. И опять же при пустом зале. А другого способа каким-то образом доказать это фальсифицированное обвинение нет, не существует. Каким-то образом вынести нужный власти приговор против меня. Поэтому они пошли на вот это вот ежедневное судебное заседание, понуждая меня, значит, тем, чтобы я вынужден был тратить время, средства, ресурс интеллектуальный на то, чтобы защищать себя на протяжении полугода, практически, если не каждый рабочий день, то через рабочий день, представляя свои интересы через своего, так сказать, товарища, через друзей своих, которые мне помогают в Приморье. Я посмотрел график, то есть сравнил с календарем, да, получается каждый день, каждый рабочий день в течение двух с половиной недель. Но это только до 18-го. Что думаете, 18-го закончится это дело? Они будут утащить и до марта, и до апреля, и до мая. До тех пор, пока, как по их разумению, ресурс Шуманина не закончится, и можно будет, то есть, пока не придут, там, судья, там, коврижных, пустой зал, потому что мой представитель, там, ну, везу нехватки финансовых средств у меня, там, улетел, как они полагают. Они же не понимают, что если они системой, они почему-то думают, что не воюют со мной одним. Они воюют тоже системой. Система общественного противодействия произвела власти. И не будет такого момента, чтобы не было моего представителя в этом самом суде. Но, кстати, обращаю ваше внимание, тут же еще один момент. Одновременно по другому уголовному делу, вот можете посмотреть на позорном столбе Камчатки, там есть два заместителя начальника краевого УВД, там такой, значит, Воронцов и Завьялов, два таких очень недостойных человека. По мнению позорного столба, так сказать, я с этим мнением согласен. Эти два человека организовали наркотрафик на Камчатке, то есть, все наркотики идут через ментовскую. Вот, и по мнению позорного столба Камчатки, и я с этим мнением согласен, руководят этой мерзостью, этой наркотрафиком в Камчатском крае Завьялов и Воронцов. Позор41.net. Вот теперь то. То есть, что получается, что когда камчатские журналисты вычислили руководителей всего наркотрафика на Камчатке, то есть, это УВД этим занимается краевое. Вот, и когда они, значит, этих людей разместили на Камчатке, нагадившие в памперсы, значит, вот эти вот Воронцов и Завьялов, значит, тут же обратились в полицию, то есть, сами к себе, с тем, чтобы, значит, привлечь Шуманина к ответственности за эти публикации, хотя я никакого отношения к этим публикациям не имею. Но там указана правда. Я знаю абсолютно точно, что это именно так. Почему? Потому что я тоже журналист, я тоже руковожу информационным агентством, я согласен с мнением моих коллег, которые публиковали эти самые статьи. И что они сделали? Назначили по делам по клевете, а это дела частного обвинения, назначили предварительное следствие, еще одну заочную психолого-психиатрическую экспертизу, и теперь второе судебное разбирательство проводится в мировой юстиции Камчатского края. То есть, я должен одновременно находиться и в Владивостоке, и на Камчатке, и там, и там одновременно представляя свои интересы по сфабрикованным в отношении меня уголовным делам. То есть, уже вот эта власть кремлевская до маразма дошла. Как может инвалид второй группы находиться одновременно на Камчатке и Владивостоке и защищать себя по сфабрикованным обвинениям? То есть, это принципиально было сделано так, что где-то как-то в одном из двух вариантов я не могу присутствовать в судебных заседаниях, и поэтому они при пустом зале вынесут нужное им постановление. Либо там меня в психиатрическую клинику, значит, запрут, либо здесь. То есть, либо в Владивостоке, либо на Камчатке. Но опять же, они же, так сказать, умом-то недалеки, они не понимают, что система общественного взаимодействия, что система, так сказать, взаимопомощи и ради спасения во имя други своя, во имя своего отечества, во имя своей земли, так сказать, она работает и на Камчатке, и в Приморском крае. И там, и там всегда будут люди, которые будут защищать общественного лидера, журналиста Шуманина от всякой мрази, которая зафабриковала против него уголовных дел, и пытается теперь создать дополнительный, абсолютно не имеющий никакого отношения к конституции, трудности для того, чтобы защищать себя в суда. Вот общая картина такая. То есть, этот случай интересен тем, что, во-первых, тут я говорю о себе, что в России впервые сработал механизм карательной психиатрии, по которому заочное заключение психолого-психиатрическое, оно, значит, достигло судов, и оно принято судами как достоверное. Хотя закон, он категорически запрещает какое-либо обследование подобного свойства. Тем более, когда речь идет о помещении, на принудительное лечение в закрытую клинику психоневрологическую проводить заочно. То есть, когда очная экспертиза я провожу, эти доказательства, так сказать, заключения экспертов в суды не принимают. А когда заочное, по которому вообще никакого отношения ко мне не имеет, которое поставлено по показанию людей, которые совершили в отношении меня преступление, эти факты уже доказаны судебными решениями. Понимаете? Вот эти заключения они дают как достоверные, и на этом основании пытаются что-то там изобразить в судах. Понятное дело, что это не получится. Понятное дело, что любое это решение будет отменено в европейском суде по правам человека с вератностью 100. Но они хотят за это время, пока решение вынесено российским судом, и оно будет отменено, так сказать, европейским судом, за это время закрыть меня за решетку, так сказать, и там заколоть какую-нибудь наркоту и убить. Они на это рассчитывают. Зря рассчитываете, ничего из этого не получится. Я еще слегка простужусь на ваших похоронах. Ты мне поскажи, я так понял, тебе хотят назначить судмедэкспертизу, да, в рамках уголовного дела, проверить ее на вменяемость, правильно? Так они уже назначили заочно. Я требую, ребят, назначьте очную экспертизу. Вот и я перед вами... Подожди, а чем они отличаются, очная от заочная? А то, что заочная экспертиза, то, что делается без человека, это запрещено законом. Вообще запрещено законом. То есть берет следователь, например, вот как вот у меня, например, есть такой, скажем, весьма недостойный алкоголик по фамилии Кабанов, проживает в моем доме. Вот он на меня кидался с лопатой, с криком убью голову, отрежу в пьяном виде. Ну, у него белая горячка. И потом, когда я, значит, ну я, естественно, отбился там, ну немножко у меня там шею поцарапал там эта лопата там, ну было, кровь была там, все было. Вот. В итоге я его разоружил, немножко там его порихтовал чуть-чуть и, значит, сдал в полицию. Так вот, когда через год только возбудили уголовное дело против этого мерзавца, который на меня бросился с лопатой, который орал, убью голову, отрежу, ненавижу, пьяный в ума. Когда дело возбудили, потом это дело закрыли, поскольку дело квалифицировали не как хулиганство, не как убийство, а как угрозу убийства. То есть, как будто он, типа, вообще ничего не делал, только слова говорил. Ну ладно, закрыли по срокам давности. И потом этот человек дает показания, что я социально опасен, что я представляю угрозу для окружающих, и он, значит, проживая в моем доме, испытывает страх передо мной, что я, типа, могу его там как-то покалечить. Или вот там 2010 год, там один по фамилии Скасырский, понимаете, они меня, ну, просто ограбить хотели на улице. Понятно дело, что их менты подосвали. Ну, 4 человека, немножко им там тоже, слава Богу, ни разу не маленький, силами все в порядке. Возбудили уголовное дело, так сказать, по грабежу, там они все-таки умудрились с пола, в смысле, из куртки у меня вытащить телефон сотовый, там портмоне. Потом нашли у этого Скасырского дома все эти документы, мои документы, мой телефон. Возбудили уголовное дело по грабежу, его признали, меня признали потерпевшим, но дело приостановили по непонятной причине. И потом Скасырского показания 2010 года берут в эту экспертизу, что, оказывается, это я на четверых на них бросил. Вот такой вот маразм полный. Так подожди, насколько я знаю, по закону о психиатрии, первым должен пройти суд о признании человека невменяемым. То есть сначала через суд должны доказать, что кто-то является невменяемым. И только потом назначить суд о назначении лечения. То есть дальше второй суд уже определяет, действительно ли нужно данному человеку лечение, опасен ли он для общества и на какой срок. А у тебя получается, как и у меня, первый этап они решили первый суд вообще пропустить. Чисто на основе чьих-то слов заочных. Эксперты тебя не видели, не слышали, просто на основании там каких-то письменных показаний, правильно? Так самое интересное, что эти эксперты сербского, когда к ним пришли в Москве и спросили, вы эту экспертизу делали? И сказали, нет, не делали. То есть ты ездил в Москву к экспертам? Да. А ты на видео это заснял? Ну это все есть на видео. Там не я ходил, но чтобы для чистоты эксперимента ходил мой представитель. И задал вопрос этим экспертом, вы эту экспертизу делали? Говорит, нет, мы не делали. А как она появилась, материал в уголовном деле, мы не знаем. Ну получается, следователи занимаются служебным подлогом? Да этих следователей надо выводить, понимаете? Потому что это мошенники, преступники и мерзавцы. Почему? Потому что нормальный человек в нормальном, добром здравии, так сказать, и нормальном светлом уме никогда такой глупости не сделает. Но они, получив команду от там же этого мафии, которая, Следственный комитет, прокуратура, суды, судей, это же все в каждом регионе, это закрытое сообщество, которое работает исключительно на себе. Они понимают, что надо что-то с этим делать, что нужно публикацию убирать в сети. Вот. Но вот если, например, верить в сети, а я верю, так сказать, этим публикациям. Ну, например, товарищ Волгин, писатель Краевого суда. У него жена работает в администрации, занимается составлением документов для Камчатского Краевого суда от админии администрации. Дочка работает в суде, то есть в прямом подчинении папы. А сынок у него работает, алкоголик, в энергосбытии после того, как работал в прокуратуре, сбил человека. Вот. Там, по-моему, то ли насмерть, то ли тяжкий вред здоровью, врать не стану. Вот. И потом, значит, его выгнали отовсюду. Теперь он работает в одной из организаций, так сказать, ну, в энергосбытии работает. Понимаете? С учетом вот того, что натворил этот Волгин и вся его семейка, его, конечно, нужно в отставку отправлять. Он прекрасно это понимает. Журналисты все это разъехали, все это разместили на позорном столбе. Он же прекрасно понимает, Волгин, что с таким послужным списком ему по-хорошему, только вот дорога где-то в сторону, так сказать, колючей проволоки. Они это прекрасно понимают. Вот я вообще только что сказал про Воронцовый завъяло, когда вся Камчатка знает, что эти люди командуют наркотрафиком. Вот позорный стоп Камчатки, их в этом плане, так сказать, высветил. Понятное дело, что они же отдают себе отчет, что это вопрос времени, когда все-таки этим заинтересуется там генеральная прокуратура или следственный комитет, когда начнут проверять эти материалы, выяснят, что это все правда. Естественно, надо как-то заметать свои следы и убирать эти публикации. Если, например, товарищ Ильин, бывший писатель арбитражного суда, там написано, что он педофил, что он дважды был пойман с поличным на изнасилование несовершеннолетних, то, конечно же, он понимает, что никакое, если сейчас начнется нормальное разбирательство, а Камчатка этот регион небольшой, свидетели всегда найдутся, то у него какой там судья в отставке? Он за решетку пойдет. И понимая все это, вот эта вся комарилья, вся эта, так сказать, антинародная банда в составе следователей, прокуроров, а я еще забыл сказать, а прокурор Камчатского края в соответствии с теми публикациями, которые на позорном столбе, три раза отмазывал своего сыночка, вернее сыночка, внучка, который наркодилер уже имел три ходки по наркоте. Какой может быть прокурор, если его внук занимается, так сказать, наркобизнесом в регионе, в том же регионе, и не имея возможности опровергнуть эту информацию, потому что это правда. Они пытаются оказывать давление на тех, кто эту информацию, возможно, по их предположению, так сказать, разместил. Или, по крайней мере, может повлиять на тех, кто эту информацию разместил. А это я. Вот это причина того, почему, так сказать, такое бешеное давление на Шуманина и, значит, попытка во что бы то ни стало заставить принять их условия. Напрасно не так думаю. Такие люди, которые никогда не сдаются. Получается, ты сейчас под тройным ударом находишься в данный момент. Первое, это в Петропавловском, Камчатке. У тебя на Камчатке проходит судебное заседание по уголовным делам. Второе, во Владивостоке, вот мы видим график, да, две с половиной недели подряд, каждый день рассмотрения. И плюс еще третий удар, это тебя пытаются признать недееспособным. То есть, сдать все выкуса. Есть. Это два удара сейчас идет. Один удар, это, значит, они в обоих случаях пытаются признать меня недееспособным через судебные разбирательства. Они не могут, если бы я просто шел в этот суд как подсудимый, я бы просто сказал, ребят, докажите, пожалуйста, вообще, какое я к этому всему имею отношение. А доказательства нет, я что уголовным делаю с собой. Подожди, подожди, получается четверной удар, потому что, ну, как бы четыре варианта, они сразу запустили в ход. Два варианта по уголовным делам во Владивостоке и у тебя дома, и два варианта по недееспособности, потому что я, как я понимаю, если тебя признают недееспособным, то ни о каких уголовных делах речь не может идти, правильно? Так они поэтому это и сделали. Дело в том, что помещение человека в психоневрологическую клинику, так сказать, принудительную, производится в суду. Тогда производство по уголовным делам, значит, прекращается, но не прекращается, а преобразуется производство по назначению судом принудительного лечения. Вот если бы в рамках обыкновенного уголовного преследования, у них доказать нечем. Нет доказательств, вообще никаких. Они преобразовали эти два уголовных дела в разбирательство о помещении в психоневрологическую клинику, принудительное постановлением суда. И уже в этой ситуации они даже доказательства, или точнее отсутствие доказательств не рассматривают. Они рассматривают заключение психоневрологического, значит, то есть психолого-психиатрическую экспертизу, которая сделана на основании вот якобы вот этих доказательств, которые я уже сказал, каким образом они добыт, опрашивают преступников, которые когда-то, так сказать, 2010 года по сей день совершили в отношении меня преступление. Таких оказалось трое. Вот я про Кабанова рассказал, про Касырского там и компанию 2010 года я рассказал, и еще там одна там мерзавка есть по фамилии Приходченко. Это вообще высший пилотаж. Ну то есть вы, по сути, заинтересованные лица все. Ну как, если человек приходит ко мне домой, да, якобы врач. Я лежу, я болею. Приходит врач, начинает мне хамить. Я ее указываю на дверь. Она выходит и пишет на меня заявление, что я ее якобы избил на личной площадке перед своей квартирой. На меня заводит уголовное дело. Готово где-то там расследует, потом в итоге мне предъявляет обвинение, что я избил от у врача на личной площадке в своем доме. Я представляю видеозапись посещения моей квартиры врачом Приходченко. Из этой видеозаписи следует, что никто к ней пальцем не прикасался. Потом она меняет свои показания и говорит, что я ее избил не на личной площадке, я ее избил в коридоре дома, в смысле своей квартиры. Я представляю в вторую видеозапись, в которой, значит, никто ее пальцем не трогал в коридоре. Она, значит, абсолютно здоровая, никто ее не бил, идет своим ходом, не качается, все у нее хорошо. Так ее уже должны были возбудить уголовное дело за ложный донос? Конечно. Она еще раз меняет свои показания. Говорит, я ее избил в зале, так сказать, в своей квартире. Я представляю третью видеозапись, потому что каждая секунда ее посещения моей квартиры была заснята на видео. То есть я проинтуичил, вот, я знаю, хотя у меня не было никаких оснований, просто первый раз непонятный мне человек и почему мне врача лечащего поменяли. У меня так и сомнения закрались. Думаю, дай-ка на всякий случай видеокамеру я включу все. Представляю доказать, что и там и никто пальцем не тронул. Уже потом уже следователь уже начинает загово ухвататься, вызывает Приходченко и показывает ей все эти видеозаписи. И та, значит, дает показания, а я не помню, было там что-то или нет. Я ничего не помню. Когда дело закрывают в отношении меня за отсутствием события преступления, Приходченко исчезает. И сейчас уже на протяжении года следователи не могут ее найти и возбудить уголовное дело за заведомо ложный донос. То есть невозможно с государством добиться какой-то справедливости, это все равно как игра с Шулером. То есть если Шуманин что-то там где-то как-то не так криво посмотрел, это сразу же уголовное дело. А если в отношении Шуманина всякая мразь, понимаете, совершает сплошь уголовные преступления, то сразу же нужно фабриковать против меня дело о том, что я якобы, так сказать, что-то там такое сделал, за что-то, кстати, может, можно и нужно меня привлекать к уголовной ответственности. Вот чем ситуация. Поэтому, ну, самое-то что неприятное, что на основании показаний вот этой самой мерзавки Приходченко, почему я говорю ее называю мерзавкой, потому что уже доказанный факт, что этот человек меня оклеветал, делается вот это заключение заочной экспертизы, что оказывается я бросаюсь на людей, которые пришли ко мне домой. Уже доказано, уже решение суда состоялось. Уже даже мне компенсации государства маленькую, но хоть выплатил, и за Кабанова, сейчас вот за Приходченко будет выплачивать. Уже все сто раз доказано. Вот вчера, например, состоялось судебное разбирательство по моему иску против Российской Федерации, по которому я заявил, значит, компенсацию морального вреда, так сказать, и расходы в связи с тем, что не привлечен клеветник Кабанов к уголовной ответственности. Государство, несмотря на то, что особо любви ко мне, конечно, не испытывают, вынуждены были хотя бы 40 тысяч, но с Российской Федерации взыскать. То есть уже доказан факт, что все это клевета от начала до конца, и само государство расписалось в том, что это клевета. Но экспертиза есть, она рассматривается всерьез в Владивостокском суду, и дело, вот вы графикой показали, так сказать, да, рассматриваются, и все наплевали на то, что все это полная чушь, ложь, самим же государством подтвержденное. Им не важно, так сказать, правда это или это полная клевета, им важно соблюсти хоть в малой доле процедуру опасных для них людей, в данном случае меня, поместить за решетку любым способом, чтобы я и мне подобные не стали центром кристаллизации общественного, так сказать, народного, так сказать, возмущения, общественной борьбы против компрадорского антинародного правительства, осуществляющего политику геноцида в Российской Федерации. Они это прекрасно понимают, что народ становится народом не тогда, когда его так назвали, а тогда, когда народ этот структурирован, имеет мощную идеологию, и лидеров, которые его поведут на, так сказать, какие-то свершения ради собственного блага, ради своей родины, ради своей земли, которой мы родились и которую мы оставим нашим детям и внукам, так сказать. Вот для того, чтобы этого для этой власти не произошло, они пытаются всячески вышибать лидеров. И мое сегодняшнее выступление, оно не большей частью в защиту самого себя. Да нет, я спокоен, со мной ничего не произойдет. Но я должен, я обязан на этом примере похоронить эту всю карательную психиатрию и все эти поганые методики, которые придумали для того, чтобы нас, русских людей, не дать нам объединиться, не дать нам самоорганизоваться на борьбы с этими, которые оккупировали нашу страну, нашу Родину. Подскажи мне, пожалуйста, вот судя по этой распечатке, вот сегодня начались судебные заседания. У вас там кто-то есть, кто-то пишет аудиопротоколы. Ходотайство о ведении видеозаписи подавали? Будет? Подавали неоднократно, подавали. Всякий раз запрет. Запрет на видеозапись. Я уже Алексею Сергеевичу Петрову, который представляет мой интерес в Владивостоке, я уже просто, ну, не знаю, ну, наверное, очень его убедительно прошу начать вести видеозапись. Он боится, что его просто выведут из зала, тогда вообще некому будет представлять мой интерес. Ну, а на основании чего будете силу применять-то? Вам уже объяснили основание. Нету этих оснований, их не существует. Все, выходит. Самое циничное же в этой истории заключается еще и в том, что вернувшись, судья Щур заявил об отсутствии адвоката по непонятным для него причинам, продолжив слушания. Ну, я думаю, как минимум аудиозапись-то будет вестись. Аудиозапись ведется регулярно, это без всякого сомнения. Пользуясь случаем к жителям города Владивосток, можешь обратиться? Есть желание поддержать, поприсутствовать в качестве слушателей? Ну, конечно же, приходите. Вот график есть, пожалуйста. Сегодня у нас четвертое число, значит, вот четвертого, пятого, шестого, седьмого, десятого февраля. Судебные заседания, вот график их есть, можете посмотреть. Пожалуйста, приходите, послушайте, будет очень интересно, каким образом наша власть, может, наплевав на все законодательство, абсолютно психически здорового человека пытаться признать невменяемым. Я говорю пытаться, почему? Потому что ничего у них не получится. Но, скажем, попытки они свои не оставляют. И сейчас почему они затягивают это разбирательство? Потому что они прекрасно понимают, что при наличии защитника, то есть при моем присутствии в зале, через себя, ну, непосредственно, лично, а через представителя, перспективы этого дела нет. Поэтому вот пошли на измор. То есть они будут вот все время переназначать судебные заседания с тем, чтобы пока, так сказать, ну, как я и сказал, не кончится ресурс. А он не кончится. Мы русские вечные, нас не убить. Насколько я помню, у вас там в Камчатке есть успешный опыт по судебным тяжбам. То есть вам удавалось несколько раз привлекать Российскую Федерацию к ответственности и получать денежные выплаты. Правильно? Ну, последний раз вчера. Расскажи, пожалуйста. Да все очень просто. История достаточно банальна. Есть такой сосед у меня в доме. Звать его Кабанов. Уголовник, судимый за мошенничество. Поскольку он мой сосед, то власть его привлекла в качестве стукача. То есть чтобы он докладывал властям о том, что я, куда я пошел, кто ко мне пришел. Ну, вот такую информацию. Ему даже для этого дали должность руководителя торгово-промышленной палаты Камчатского края с тем, чтобы он так кусочек хлеба имел. А он алкоголик. Они со своей супругой, значит, пьют практически каждый день. То есть я их пьяными вижу на личной площадке. Ну, у них есть такое хобби. Нажрутся как свиньи, так сказать. Ну, Кабанов, так сказать. Ничего, все понятно. Вот. Значит, и начинают ходить по личной площадке, значит, там звонить в двери. Ну, хулиганство обыкновенное. Ну, и, значит, для того, чтобы это хулиганство присесть, я поставил видеокамеры не вокруг дома, но еще и в подъезде дома. Ну, чтобы не били. Двери не стучали, чтобы почтовые ящики там не разоряли. Ну, ерундой не занимались. Ну, и вот этот вот человек, Кабанов, хотя сложно это существо назвать человеком. Человек это, когда у человека есть мозги и душа и воля. У него ни того, ни второго, ни третьего. Он оказался, значит, в ситуации, когда у него не выдержали нервы. То есть он настолько меня ненавидел, что нажравшись, как свинья, взял в руки лопаты и начал бить видеокамеры, которые были в подъезде. Но он-то, видимо, по своему, так сказать, свинячьим мозгам, так сказать, он не понял, что вообще-то камеру, даже если у него кожуха разбить, она все равно снимает. Ну, хотя бы какое-то время снимает. И все это оказалось на видеозаписи. И когда я вышел, он стоял перед видео, орал, так сказать, требовал, чтобы я вышел. Ну, а потом бросился на меня с криками «убью, голову отрежу». Я его разоружил и немножко его, так сказать, порихтовал, сдал в полицию. Вот такая ситуация. Ну, и потом его отмазывали два года. Во-первых, ему вменили статью вместо хулиганства и попытки убийства, ему вменили угрозу убийством, то есть это словесная угроза. Поэтому срок давности два года протянули эти два года, прекратили уголовное дело. Но я-то тоже с вашей руки не сидел. Более 20 постановлений прокуратуры и суда о признании незаконным волокитом расследованию уголовного дела и признании незаконным постановлением о прекращении уголовного дела в отношении Кабанова по каким-то там непонятным основаниям или приостановлении этого дела. То есть набралось достаточно большой объем информации, позволяющий сделать вывод о том, что дело искусственно тормозилось и не расследовалось именно в интересах преступника государством, следователями, руководством ВД, тем же Завьяловым, тем же Воронцовым, который он на позорном столбе. Ну и когда, значит, дело прекратили в отношении Кабанова. Кстати, срок давности по хулиганству еще не вышел. Так что еще не факт, что этот человек не сядет в тюрьму. Я приложу усилие, чтобы он все-таки немножко за решетки там побывал. Ему там надо посидеть, голову поправить. Я подал иск против Российской Федерации о том, что я, будучи потерпевшим, я официально призван потерпевшим, не получил никакой сатисфакции в судебном процессе. Потому что там же, во-первых, должен быть за ним гражданский иск в уголовном процессе. Во-вторых, человек, который совершил преступление, он должен понести заслуженное наказание, чего не произошло по умышленным, открытым, наглым, циничным действиям государства, которые его наняли, чтобы за мной следить. Ну и, понятное дело, они же его и прикрывали. И вот состоялось судебное разбирательство вчера. Оно откладывалось, полгода его тянули. То есть, дело возбуждено, гражданское производство в июле 2019 года. И вот только вчера, 3 февраля уже 2020 года, наконец-то вынесено решение. И в соответствии с этим решением, значит, государство мне должно выплатить 40 тысяч рублей морального вреда. Это, конечно, копейки по сравнению с тем, что должно было по-хорошему. Если брать практику европейского суда, то тут можно вести разговор о сотнях тысяч евро. Меня чуть не убили. Если бы я голову не убрал, то, наверное, сейчас с вами бы не разговаривал. Только вот эта штыковая лопата, так сказать, только мне раскровила шею, не более того. И так было три раза. То есть, он три раза на меня пытался вот таким вот криком и убью, так сказать, на меня тыкало этой лопатой в область шеи. Всякий раз я уворачивался, ну, понятное дело. И этот человек фактически за свое безобразие понес моральный вред. Это уже тоже решение суда состоялось, где-то примерно две недели назад, в размере 10 тысяч рублей. Вот это цинизм. А государство 40 тысяч рублей за то, что его не посадило в тюрьму. Конечно, я понимаю, что цифры ничтожные. Но сам факт того, что, во-первых, преступление было совершено кабаном, а второе, преступление было совершено полицейскими, которые его не привлекли к уголовной ответственности, имеет самим же государством подтвержденные доказательства, судебные лишения. То есть, это доказательство, что мы живем не в государстве, в банде мы живем. Нами правят преступники, мерзавцы, так сказать, и мздоимцы, которые готовы за то, чтобы продолжать свое вот это безнравственное, бессовестное паразитирование на людей, войти в сговор с любыми преступниками, сами являясь преступниками. Понимаете? И фабриковать любые уголовные дела, и отмазывать любых мерзавцев, которые бросаются на людей и общественных лидеров для того, чтобы либо убить, либо спровоцировать на ответные действия, чтобы у государства была возможность этого общественного лидера посадить в тюрьму за якобы совершенное преступление. Как-то было, как сказал, в отношении Приходченко, просто придумали, с потолка сняли. Ну вот примерно так. Дальше какие действия? Это получается возмещение морального вреда, да? 40 тысяч? Да, но по у вас решение суда первого инстанта, сейчас буду подавать апелляционную жалобу. Пять дней на изготовление мотивированного судебного решения. А скажи, параллельно можно же обратиться в ЕСПЧ? Нет. Почему? Потому что в соответствии с протоколом номер один, Конвенция о защите правов человека основных свобод Совета Европы, обращение в ЕСПЧ возможно после того, как исчерпаны все возможности эффективной защиты нарушенного права в рамках юстиции, ну как они говорят, высокой договаривающей стороны. То есть по-русски, переведя с юридического на русский, только после того, как решение суда вступит в законную силу, то есть это апелляционная станция должна пройти, можно обращаться в Европейский суд по правам человека. Почему? Потому что тот же Европейский суд, он признал, что кассационная станция не является эффективным способом защиты нарушенного права в Российской Федерации. Более того, 22 декабря 2019 года они вообще признали, что в России возможность защиты права сводится практически к нулю и решили Российскую Федерацию при рассмотрении жалоб в Европейском суде по правам человека презумпцией невиновности. Теперь государство должно доказывать в случае подачи жалобы, что действия государства были законно обоснованы. Раньше должен был сам заявитель, то есть гражданин России доказывать свое, значит, нарушенное право. То есть изменилась ситуация. Вот, кстати, это один из тех причин, почему сейчас Путин срочно меняет Конституцию, потому что понимает, что в создавшей ситуации сейчас будет вал обращений в Европейский суд. Их и так много, будет еще больше. Конечно. Вот. И они понимают, что за все придется платить. Если Российская Федерация по умолчанию будет признана виновной, то по сути человеку не надо ничего доказывать. Просто подаешь иск без всяких доказательств и уже Российская Федерация должна оправдываться и доказывать, что она не виновна. Ну там низ, там жалоба называется. Ну да. Да, но в принципе да, согласен с тобой, так оно и есть. Вот она истинная причина, почему хотят быстренько поменять Конституцию и убрать самую главную статью, это главенство международного права над Конституцией Российской Федерации. Я не против того, чтобы убрать, но только в части международных договоров, не связанных с правами человека. Я за суверенитет, юридический инстуриент государства, но вопросы, связанные с защитой прав человека, должны вся система сохраняться. А у нас хотят уничтожить именно эту систему, чтобы люди повесить юридический занавес железный для населения, для российских народов, чтобы не могли жаловаться за пределы России. И дальше здесь устроить концлагерь, как собственно они уже устроили. Ну да, судя по тому, что говорят разумные люди, если это произойдет, то начнется времена хуже, чем в 90-х. Да хуже, чем в 37-м. Просто ночью забирать будут, понимаете? Да даже не забирать, просто будут какие-нибудь приборчики включать, и люди будут просто падать. Эти приборчики называются 5G. И они уже везде висят. И они уже везде висят. Психотроника бьет так, что аж спать это невозможно. Нажоги у людей на теле, ну восприимчиво, кожа восприимчива к этим микроволновым, так сказать, этим излучениям. То есть из людей просто идиотов будет делать, психов, типа корных овец, если мы так разрешили 5G в Российской Федерации. Я смотрел видеоролик, ютуб-канал, там ребята вытащили магнетроны из микроволновки, присоединили там какую-то банку жестяную от консервы, и говорят, таким оружием можно воспламенять машины. Просто подъезжает машина, открывается окошко заднее, не вытаскивая эту пушку, направляешь на машину, включаешь на 2 секунды, и машина, которая находится на расстоянии 30, там 40, 50 метров, она просто вспыхивает от электромагнитного излучения. Все, и окошко закрывается и уезжаешь. Ни одно видео, ни один свидетель, никто ничего не докажет. Ну я могу сказать, что у людей сейчас мозги вскипают от этой психотроники, от этих сетей 4G. А сети 5G, они в более 10 раз, то есть на порядок, они более интенсивны, более мощные излучения. Поэтому, что будет с людьми, остается только догадываться. Это геноцид, это психотронный геноцид. И вот для того, чтобы вот это все не было этому противодействия со стороны народа, то они пытаются во всех регионах, и в Москве, и в столицах, и в Петербурге, пытаются вышибить общественных лидеров, которые могут организовать людей вокруг себя и организоваться по всей России сами, для общественного, значит, организованного общественного противодействия геноциду власти против народа. По всей стране? Это по всей стране. Я вот общался с Рафаэлем Раисовичем Усманом, это человек, который занимается вопросами карательной психиатрии в России. Он сейчас живет во Франции, он политический беженец, почему? Потому что он почти 11 лет чуть меньше просидел по сфабрикованному обвинению в психиатрической клинике. Он знает, что это такое. И он мне говорит о том, что в каждом регионе России один или два процесса идут именно с использованием механизма карательной психиатрии. И ведутся эти процессы против социально активных людей. То есть это процесс, не какая-то разовая ситуация на Камчатке или в Сургуте. Эта ситуация идет повсеместно. Это государственная политика по уничтожению лидеров своего народа. Хотя, конечно, мы это не их народ. Мы это чуждый им народ, которого они хотят завоевать. Мы русские для нашего, так называемого правительства нашей власти. Чужой народ, это очевидно. Со своими так не поступают. Ну давай закончим на положительной ноте. Я тебе желаю удачи всем твоим подвижникам, твоим правозащитникам, которые оставят тебя в судах. Я думаю, дело у них развалится, потому что мы сейчас попросим всех, кто нас смотрит, распространить информацию и посодействует во Владивостоке и на Камчатке из других регионов в помощь Владимиру. Я слышал, что вот мне звонила одна женщина, она просила подписать какое-то заявление. Ты мне его можешь скинуть, потому что до сих пор я его не получил в поддержку тебя? Да, есть такое обращение, это обращение русской общины Камчатки с тем, чтобы в адрес этого Путля, в адрес этого нового генпрокурора Краснова, ну и этого председателя Верховного суда, Лебедев у него фамилия, вот в адрес этих трех особей, людьми их назвать не могу. Повторяю, что человек это все-таки какая-то биологическая субстанция, которая обладает разумом, совестью и волей. Те биомассы, которые не обладают ни первым, ни вторым, ни третьим, людьми их назвать сложно. Я их такими не считаю. Так вот, в этих трех биомасс есть обращение, которое составлено в Русской общине Камчатки, и мы к этому обращению письмо поддержки, то есть кто считает, что есть смысл, необходимость это письмо поддержать, письмо, то значит он может поставить свою фамилию. Но прежде всего я обращаюсь к славянским организациям. Почему? Потому что вы следующие, друзья мои, если такой прецедент по России произойдет, когда заочная экспертиза может быть основанием для того, чтобы человека поместить за решетку, ну ждите, скоро к вам придут. Поэтому пока этого не произошло, значит предлагаю все-таки сплотиться и дать бой этой нечисти, которая пришла на нашу Русскую землю. Так, ну жду я тебя документ, распространю, обязательно приложу к этому видео. Благодарствую за беседу интересную, будем следить за твоими новостями. И успехами. Всего светлого. До свидания. Благодарствую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok